МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии программа Наблюдатель Фёкла Толстая. И будем мы сегодня говорить о Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Но не том знаменитом, который был в 1957 году, а потом был ещё в 1985, а прошёл совсем недавно, 19-й. Я надеюсь, что он тоже станет знаменитым. Фестиваль молодёжи и студентов с 14 по 22 октября. Он проходил в Сочи, вернее, открывался в Москве, потом проходил в Сочи. Мне посчастливилось там побывать, поэтому буду говорить и как очевидец этих событий. Но перед этим представлю гостей, которые пришли к нам в студию, чтобы рассказать, что же, собственно, там произошло. Давайте начнём с Борислава Струлёва. Здравствуйте, дорогой Борислав. Борислав – знаменитый музыкант, замечательный виолончелист и посол Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Вы исполняли гимн этого фестиваля, вы руководили молодёжным мировым оркестром, и мы сегодня об этом ещё поговорим, и даже увидим, как это было. Абсолютно. Потому что действительно есть чем гордиться, и все ребята сделали работу на 100%. Рады вас приветствовать. Артём Аганов. Здравствуйте, Артём. Здравствуйте, Харьков. Очень приятно вас снова видеть на программе «Наблюдатель». Химик-кристаллограф, профессор Сколковского института науки и технологий. Вы также принимали участие в фестивале в Сочи, и вам есть что рассказать, потому что научная составляющая этого фестиваля, она была достаточно значительной. И Сергей Новиков. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Начальник управления президента России по общественным проектам, руководитель рабочей группы Оргкомитета фестиваля. Вы, я сразу это поняла, когда встретила вас в коридорах Сочи, что вы человек, который всё это контролировал и знал всё, что происходило. Образовательную программу. А, только образовательную. Потому что вы единственный человек, от которого я могла узнать расписание, кто где выступает, другие способы, какие-то там, не знаю, может быть, общая сводная таблица происходящего на фестивале в этот день или ещё что-то, как-то были не очень доступны. Но это вполне русская черта. Масса всего интересного. Не очень знаем, как это узнать. Хорошо. Спасибо, что вы мне встретились. Спасибо вам. Приятно было, что вы тоже поучаствовали в библиотеке будущего. Там у нас была такая площадка, да? Поучаствовали там в качестве спикера. Это хороший пункт программы фестиваля. Я готовилась рассказать об этом подробнее в середине нашей беседы. Первый мой вопрос очень простой. Вот как вам кажется, для чего это всё нужно? Зачем? Потому что мы... Я недаром начала с знаменитого фестиваля 1957 года. Роль тогда этого фестиваля, она очень понятна. В нашей общественной жизни, в нашей истории, в нашем искусстве. Что дал нам фестиваль 1957 года? Просто вот когда говорили, у нас появились друзья, для нас весь мир приехал к нам. Это очень важно. Для чего сейчас такого рода вещи? Что это дало? Что это дало вам? Как это выглядело вашими глазами? Может быть, Артём, с вас начнём? Вообще, фестиваль... Ну, для начала скажу, что фестиваль мне очень понравился. Он был великолепно проведён. Очень интересное событие было. Яркое. Много потрясающих людей. Собрать потрясающих людей вместе – это уже достойная цель. Ну, это во-первых. Во-вторых, очень много было молодёжи. А молодёжи... И это не лозунг, это правда. Молодёжи принадлежит будущее. Вот сегодня это какой-то пацанчик или какая-то девчоночка. Внешне, может быть, абсолютно неприглядные. И выглядят они вообще как никто. Почему-то были очень хорошие молодёжи. Но через 20 лет это будет премьер-министр и президент. Или академик, или какой-нибудь великий конструктор. Это логика жизни. Тот, кто был ничем, тот станет всем. И вот это те самые люди, которых хорошо иметь в друзьях для будущего. Наши страны, вот они приехали и посмотрели, что Россия вот такая страна. Через 20 лет эти премьер-министр, президент, конструктор и великий учёный скажут об этом всему миру. Они скажут, что, может быть, это событие как-то повлияло на их жизнь. Кроме того, когда эти люди вместе сходятся, между ними образуются какие-то контакты, связи, сотрудничество, вы никогда не знаете, чем это выстрелит в будущем. Это может иметь самые непредсказуемые и положительные последствия. Когда вот такие люди, вдруг образуются между ними какие-то связи. Хорошо. А, Борислав, у вас какие впечатления? Зачем это нужно? Ну, мне кажется, вообще для человека в любой профессии чем важна какая-то точка А, точка Б. И вот этот некий смотр, когда люди должны работать и показывать свои достижения под большим стрессом, когда смотрят на тебя тысячи глаз, которые совершенно приехали из разных стран, со своей культурой. И вот, скажем, оркестр, который, я говорю, за свой цех, за музыку, за классическую, великую музыку, которой мы гордимся, и показали ее на высшем уровне перед всем миром, который к нам приехал туда, в Сочи, в рамках этого фестиваля. И сыграться за несколько дней, подготовить тяжелейший репертуар, это репетиции по 6 часов в день. И результат, и люди все приходили, и говорили, господи, что это за оркестр? Это называется мировой молодежный сиванический оркестр. Нельзя поверить, что эти люди никогда друг друга не видели, как вы только что сказали. Они теперь продолжают дружить, есть группа, есть твиттер, есть, слава богу, вот эти все социальные сети, они друг друга пишут, они теперь дружат. Через 20-30 лет кто-то встретит кого-то в другой части мира и скажет, что мы же с тобой были первые кларнетисты или фаготисты и играли вместе Равеля. Помнишь, когда там чуть ли не начался дождик? Слава богу, у нас была потрясающая погода, была потрясающая аудитория, была невероятная энергетика. Вообще, то, что классика и гимн, который написал Игорь Якович Крутой, где главная партия добра, света, романтики, то, что и есть великая Россия, была отдана Виланчели. Я считаю, Виланчели это именно этот инструмент, который может вот эти качества, конечно же, без слов донести до человечества. Это было всегда так. И я горжусь, что в рамках этого фестиваля мой горячо любимый инструмент и, наверное, вами тоже, Виланчель, была неким таким вот, знаете, спутником, которая могла без слов объединить много-много наций. Ну, после этого мы не можем не посмотреть, как вы исполняли гимн... Включать! ...гимн Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Включаем! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Это или еще что-то? Ну, вот смотрите, чем отличается этот фестиваль от предыдущих? Предыдущие проходили в Москве, когда весь город становился сплошной фестивальной площадкой, все музеи, театры, библиотеки, все концертные залы, все было подчинено вот этой атмосфере фестиваля. Город зачищался в таком хорошем смысле, и все это становилось большой-большой советской витриной. А сейчас... А сейчас... В 1957 году зачищался, и вообще и девушек, потом за связь с иностранцами, значит, там как-то... В общем, там много всего было интересного, все в хорошем смысле слова. Так вот, цель предыдущих фестивалей была показать столицу большой-большой страны, одной из шестой части суши в лучшем свете. А сейчас, наоборот, если вы заметили, хотя было беспрецедентное большое число региональных программ, потому что примерно 2000 гостей, они перед приездом в Сочи побывали в 16 других городах России, чтобы посмотреть на Россию в разных измерениях. Но потом всех аккумулировали в Сочи. Да, я просто летела на самолете, в Сочи, на котором люди из самых разных стран, они почему-то вдруг скандировали «Новосибирск! Новосибирск!» Видимо, они были в Новосибирске. Они были в Новосибирске, вот как раз. Вот они были в Новосибирске, а теперь они летели в Сочи. И это люди, у которых Новосибирск из сердца уже не выбьешь никогда. Надеюсь, что и Сочи, я просто их после Сочи не видела. Так вот, почему решили все это аккумулировать в Сочи, причем не в Большом Сочи, а конкретно в Олимпийском парке. Потому что был создан такое вот большое-большое, знаете, такое слово «коворкинг». Да, иностранное. То есть место, где реализуется сотрудничество в самых разных форматах. И вот люди, поварившись там неделю, вот по линии Борислава, там, значит, молодежный оркестр сформировал свою программу и вообще сформировался как коллектив вот на одно мгновение. То же самое там «Танцоры» была программа Егора Дружинин, то же самое «Мюзикл», то же самое научное сообщество, которое там тоже формировалось. Ну и в целом, вот посмотреть, если на главный медиа-центр, где проходило, в общей сложности прошло там в районе 800 мероприятий за эти 7 дней, то есть больше 100 мероприятий в день получается. Только в медиа-центре, а еще там была культурная и спортивная программа. То вот эти молодые люди, они разрывались фактически, куда им бежать, потому что хотелось и туда, и туда, и туда. Была программа, ну такая проблема выбора серьезная, нужно было принимать решения, поэтому с утра они, не успев позавтракать, фактически уже неслись в главный медиа-центр, чтобы попасть на те мероприятия, на которые им хотелось в первую очередь. Мы с Бориславом тоже. Да, и дальше уже там программа заканчивалась на медальной площади в 2 часа ночи такой дискотекой, у кого оставались силы на дискотеку. А с утра опять все по новой. Так вот, еще два важных отличия фестиваля этого от предыдущего, то, что сейчас есть, как уже Борислав сказал, социальные сети, и нет фактически языкового барьера. Поэтому я думаю, что вот эти люди, которые сформировали фьючер-тим, да, вот на итоговой сессии, там, канадец Джошуа Фрейзер сказал, мы все остаемся на связи. 25 тысяч молодых людей из 188 стран. Мы и есть это фьючер-тим, которое сформировало позитивное видение будущего. Это такой один из девизов фестиваля, позитивное видение будущего. Они остаются на связи, они теперь держат друг друга в поле зрения. И теперь уже вот этим 12 тысячам иностранных гостей не объяснить, что Россия – это страна, куда ехать опасно, где там медведи ходят, ну и дальше набор всяких бородатых стереотипов о России. И это очень важно, при том, что мы анализируем медиапространство, видим, что в мировых медиафестивалях фактически нет. То есть вот есть человеческое восприятие, да, вот в этой иностранной аудитории России с фестивалем в Сочи. А есть медийный анализ, который показывает, что да, фактически нет такого мероприятия, там ни CNN, ни BBC. А вы не позвали корреспондентов мировых? Там всех позвали. Вопрос в другом, что там стоит определенный блок на такую информацию из России. То есть есть вот эта манипулятивная политическая составляющая, но еще раз, это не важно. Ой, Сергей, это очень сложная тема. Это самое продуктивное. И люди, которые побывали неделю в Сочи, на этом фестивале, у них уже в сердце останутся и Новосибирск, и Калининград, и Владивосток, кто где был, ну и самое главное, сам Олимпийский парк в Сочи. Это правда, чистая правда. И по поводу освещения мирового мне трудно сказать, хотя я посетила сессию, жесткую сессию по поводу ложных фактов и правдивых фактов на фестивале. Но последний, мы просто на канале культуры, на политические темы не говорим. Поэтому есть потрясающая сенсация, которая произошла в рамках 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, где в рамках нашего мирового молодежного симфонического оркестра, наряду с дирижером, который поднял это, все эти репетиции, дипломатично, интеллигентно заставил объединить все эти мультикультуры. Хочу сказать большое спасибо Байрату Кашаеву. И до того, как мы составляли программу определенную, потому что жесткий протокол, несколько было объявлено, 45-50 минут, потому что много ивентов происходит, и нужно воплотить максимально, чтобы музыканты себя показали. И мне пришла идея, и мы создали невероятное произведение под названием «Русская рапсудия», которое базируется на самых выдающихся русских, гениальных наших композиторов. И Глинка, и Сверидов, и Рахманинов, и Есесночаковский, и Прокофьев, и Шостакович, и Стравинский. Я говорю о том, что мы не сыграли что-то одно, а каждый человечек, который прилетел, сумел получить возможность почувствовать все традиции и все разные, так сказать, стили и жанры на одной сцене. Поэтому вот это они действительно с собой заберут, им теперь есть что обсуждать. И я надеюсь, это произведение станет неким такой вот, знаете, визитной карточкой на каких-то больших форумах, потому что если что-то играть, одно большое, а почему же вы это не выбрали или это? Я считаю, это потрясающая модель для будущих разных колоссальных российских дней, культуры в любой точке мира. И я, будучи музыкальным директором Дня России в Нью-Йорке, обязательно это буду использовать, потому что такая красота и сила в сжатое определенное время, когда я был, скажем, на, по-моему, мы тоже сами виделись там на мировом форуме в Давосе, и как-то люди представляют, да, есть определенные протоколы и невозможно играть всю телеком симфонию. Это технически просто как раз для канон культуры есть определенные, знаете, музыкальные какие-то каноны. Понятно. А тут создано произведение, которое прекрасно ложится под любую совершенно тактику. и... То есть это такая музыкальная визитная карточка России. Абсолютно. Поэтому спасибо Игорю Холопову, который все это связал, сделал, по-новому переписал, если что нужно было. И это было действительно, вы знаете, люди, что подходили к сцене, откуда-то на звуки, что за сцены, которые совершенно приехали разминаться перед другим своим концертом, подходили, и их объединяло вот это некое новое чудо. Поэтому я невероятно рад, это произошло, и всех нас с этим поздравляю. Ну, знаете, просто добавить к словам Бориса, вот Сочи стал местом притяжения и местом чудес, потому что как раз маэстро Холопов вынужден был переоркестровывать русскую рапсодию, в связи с тем, что там исполнительница партии на Волторне со своим супругом тромбонистом по семейным обстоятельствам не смогла приехать. Вот партию Волторной заменили на партию саксофона, а без тромбона никак, да? Бас-тромбон, четвертый тромбон, основа медной группы. Тут же я вижу, в музыке хорошо разбирается. И вот уже дирижер не знал, чего делать, и вдруг четвертый тромбонист, вот бас-тромбонист из Японии написал ему, что у него в жизни тоже поменялись планы, но в ту сторону, что он готов приехать, да? И японец-тромбонист приехал для того, чтобы участвовать в этом оркестре, в этом эксперименте, при том, что там были еще музыканты из Уругвая, из Перу, из Канады, из Белоруссии, из 15 стран. То есть много-много разных. И что еще важно, они все победители конкурсов, все солисты. Вообще качество было, конечно, действительно очень высокое. Их как-то спаять в концертный такой коллектив, это отдельная еще задача вот Айрата Кашаева, которая, по-моему, блестяще справилась. Блестяще. И я считаю, что вот эта модель, она должна жить. Такие оркестры существуют, и разные страны о них заботятся. И я считаю, что это уже наша некая такая вот должна быть в хорошем смысле обязанность этот оркестр не забывать, а родившийся в рамках именно этого 19-го семейного фестиваля, дальше продолжать с ним сотрудничать. Мы не можем сейчас не услышать часть этой рапсодии. Давайте, пожалуйста, внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Это действительно грандиозно. И то, как вы рассказываете об этом, Борислав, я просто чувствую, что ну как могут вообще исполнители со всего мира не воодушевиться русской музыкой, если, во-первых, она такая прекрасная, во-вторых, я вижу, сколько энергии у вас и у всех, кто это делал. И вы знаете, обалденный еще вот такой драйв, потому что опен-эйр. Это дает некий такой, знаете, открытая сцена, разукрашенная. Это некое классическое шоу, чего очень не хватает. И я считаю, вот эта модель, вот, ну, надо вот идти туда, и потрясающий видеоряд, подобранный под каждого композитора. И визуально это давало невероятно публике некий драйв. Ну и, конечно, люди просто искренне, откровенно, всех национальностей безумно хлопали, потому что это было настолько искренне, да, и тут никому уже не заставишь, потому что это опен-эйр, это воздух, это премьера. Блестящий. Блестящий. Блестящий вы рассказываете, Борислав. И мы, конечно, еще обязательно вернемся к музыке, но мне все-таки очень хочется узнать немного о научной составляющей этого фестиваля, которая была очень насыщенная. Я пропустила, потому что не могла попасть на какую-то битву роботов, потому что туда просто невозможно было пробиться. И что-то такое. Но вот так же, как музыка, это тот язык, который не знает никаких границ, так же в каком-то смысле и наука, и научные достижения, они с национальными, с языком уже, слава богу, не связаны. Это вот к тому, что вы говорите, что нет уже языкового барьера. Ну и вообще, это вот, это то, что всем понятно и интересно. Что вы делали там? Что вы показывали? Работали ли вы как-то с молодежью, студентами, которые приехали? Или просто это были лекции? Там было несколько вещей, в которых лично я был задействован, и еще целый ряд вещей, в которых я не был задействован. Началось все с церемонии открытия, где мне довелось сделать что-то совершенно для меня неожиданное. Мне кажется, это было неожиданностью вообще абсолютно для всех. Организаторы этого форума, конечно, оказались невероятно творческими людьми. Они скрестили меня и Диму Билана, и на церемонии открытия мы совместно выступили про науку. Мы, поскольку находимся на канале холдинга ВГТРК, то давайте, пользуясь случаем, скажем, спасибо руководству ВГТРК, трансляция церемонии открытия в эфире «Россия-1». Ну, какой был риск сделать это чем-то похоже на традиционное музыкальное шоу на стадионе? Конечно, до вершин открытия Олимпийских игр не было ни у кого мысли добраться, хотя мне кажется, что команда Игоря Яковлевича Крутого вполне добралась до этих вершин, и открытие получилось очень зрелищным и красивым, но нужно было нацелить вот всю аудиторию на то, что такое фестиваль. Это обсуждение важнейших проблем. Будущее образование, будущее науки, будущее экологии, да, как про это, про будущее здравоохранение, как про все про это рассказывать. И вот было принято решение сделать шесть таких номеров, где представитель какой-то профессии или какого-то тематического направления в вокальном номере со своим контентом вплетен и соединен с популярным исполнителем. Вот Артем Маганов был вместе с Биланом, вместе с Полиной Гагариной был представитель из Индонезии, значит, девчонки из Сингапура, из Малайзии, которые друг друга нашли по интернету, тоже там в вокальном таком участвовали номере. И это позволило сделать это более приближенной к чаяниям аудитории, которая привыкла видеть в воскресенье популярный концерт. Да. То есть, как это было? Простите, что я не видела. Вы рассказывали что-то из своей области. Я говорил про науку вообще и про свои исследования, чем я и моя лаборатория занимаются. И это было вплетено в песню в исполнение Димы Билана про разума, свет разума называется. Все сочинено специально. Специально, да. Специально все сочинено, песня обалденная, все работали на сто процентов. И это очень органично было. Мы согласовали, о чем я буду говорить, и о чем Дима поет. Это было как бы частью одного действа. Моя мечта сформулировать новые правила химии, которые бы описывали все те невозможные соединения, которые мы открыли. В последний мир изменить маршрут, следуя за мыслью по пятам. Горит ночник, очерчен круг, И конец туннеля где-то там, где мерцают образы наших снов. Я почти решился, я готов. Вечное сияние твое, чистый разум без границ и берегов, но стирая забытье заблудиться не дает тебе любовь. Это новый способ продвижения науки? Абсолютно. Вы знаете, вместо лекции песни? Вы знаете, для меня это было просто, можно сказать, экспериментом. Потому что, по-моему, никто из ученых никогда такого не делал, и я сам не мог бы себе представить такой жанр. Я решил попробовать. Я люблю экспериментировать. И я думал, ну вот все, сейчас мне мои коллеги скажут, что я стал попсовиком или что-то такое. Совсем нет. Отзывы были исключительно восторженные и теплые. И отзывы были какого рода, что это самая крутая популяризация науки, которую люди только видели вообще в своей жизни. Кто-то сказал потрясающую фразу, что аудитория Билана наконец узнала, кто такой Аганов, а аудитория Аганова наконец узнала, кто такой Билан. И я должен сказать, что с Димой Биланом оказалось очень приятно работать. Он очень теплый, очень простой в хорошем смысле. Ну, без звездности, без какой-то вот, без понтов, как бы можно было сказать. Человек очень теплый и очень профессиональный. Мы с ним в каком-то смысле спелись. и очень непосредственно он себя вел. Например, когда отворачивались камеры, он там подмигивал или какие-то такие вот забавные выражения лица мне показывал. Просто, чтобы просто, чтобы было интереснее, неприятные. себя чувствовали, И потом, совершенно спонтанно, в конце этого нашего номера мы пожали друг другу руки и обнялись. И зал на это все реагировал очень-очень хорошо. И потом мне мои дети говорили, ой, папа, мы видели тебя по телевизору, ты был с тем дядей, который из программы «Голос», а потом вы обнимались. Ну вот это вот было первое. Потом, в тот же день, после церемонии открытия, мы встретились, я и те люди, которые были из Индонезии, из Индии и так далее, из Сингапура, Малайзии, мы встретились с президентом Путиным. Это было совершенно неожиданно, потому что узнал я о том, что я встречусь с Путиным за минут 20, наверное, до этой встречи. Встреча прошла очень хорошо. Честно сказать, это уже второй раз я встречался с Путиным. Ну, в принципе, я всегда хорошо к нему относился, но было приятно увидеть человека. Он просто хотел встретиться с представителями фестиваля, чтобы понять, что будет и кто чем смеется. Было приятно видеть, что человек очень теплый, открытый и очень быстро реагирующий на любые вопросы, которые возникают в ходе обсуждения. Контент обсуждения абсолютно не согласовывался, он был абсолютно спонтанным. Но вы про кристаллографию ему рассказали? Я ему рассказал немножко про другое. Я ему рассказал про свои мечты. Про то, что я мечтаю, чтобы в нашей стране снова была наука мирового уровня и уже несколько таких вот идей, которые у меня возникали, они все как-то сбывались. И вот сейчас возникла еще одна такая вот мечта, чтобы в Россию стали возвращаться лучшие из уехавших ученых. Обещал помочь президенту? Не обещал помочь. Сказал, что он уже над этим работает. Вы еще не успели попросить, а он уже об этом работает. У вас очень эффективный переговор с главой государства. Да. Это вот был первый день. Расскажите, пожалуйста, об общении с непосредственными участниками фестиваля. Что это за люди? Какое они произвели на вас впечатление? Ой, там было много потрясающих людей. Ну, во-первых, познакомился с теми людьми, которые участвовали в церемонии открытия. Вот эти близняшки, разлученные во время рождения из Сингапура и Малайзии. Девочек продали. Родители продали. Одни продали соседям в Малайзии, малайские девчонки, а вторую продали богатой семье в Сингапур. И они узнали о существовании друг друга уже в возрасте 20 с чем-то лет. Благодаря Фейсбуку. Ну, вот такая вот история. Или, например, замечательная девушка лауреата премии Путина для молодых ученых Аня Кудрявцева. Я раньше не знал о ней, но вот она занимается борьбой с раком. И вот уже я сейчас ее пригласил с лекцией в научно-популярный клуб, который организую здесь в Москве. Или, вот, например, замечательный архитектор из Владивостока. Или, вот, например, вот эти вот люди из Индии, из Индонезии, человек, который на своих плечах вынес какие-то там тонны мусора с пляжа. А, это есть такая известная история, прекрасная как. А потом люди подтянулись, и другим людям, соседям стало стыдно жить в сынарнике, они ему теперь помогают, а теперь там не тонны, а чуть ли не миллионы тонн этого мусора, они из океана, отовсюду, откуда можно... У нас тоже есть мусор, надо его привлечь к нам, в страну тоже. Ну, вы знаете, в Индии это реально большая проблема. В Индии почему-то люди склонны сваливать мусор в реки. Не знаю, зачем они это делают, но в результате в стране большущая проблема с питьевой водой и с инфекцией. Я видела эти берега, так что подтвержу, что это большая проблема. То есть, сейчас, может быть, на минуту обращусь к Сергею, какая была вообще идея приглашения людей? Яркие, инициативные, неравнодушные, интересные люди со всего света. Как вы их находили? Как вы их выбирали? Ну, смотрите, вот Борислав представитель традиционной программы фестиваля. Все время эти фестивали проходят вот из двух компонент. Культурная, спортивная. И тут впервые мы взяли на себя вот такую ответственность сделать образовательно-дискуссионную программу. Вот Артем как раз представляет эту часть программы. И, честно говоря, когда в рамках рабочей группы Оргкомитета по образовательной программе мы думали, кого же нам туда пригласить, каких людей, чтобы с утра молодежь, проснувшись в неплохом сочинском отеле, шла не на пляж, и не на спорт, и не на культурную программу, а шла в медиа-центр заниматься. Что же нам такое нужно сделать? Вот мы, отвечая себе на этот вопрос, пригласили спикеров, и у нас там было 1325 спикеров, которые приняли участие в образовательной программе, благодаря чему у нас в медиа-центре рассчитано на 6000 человек, меньше 8 не было ни одного дня, а в первый день вообще из-за плохой погоды 11000 пришло, и, в общем, случилась просто такая пробка из людей, потому что все пошли на образовательную программу, поскольку дождь выдался в первый день, и вот, в общем, у нас там было не протолкнуться, но это такие, честно говоря, знаете, можно назвать очередь, а можно сказать аншлаг, потому что вот когда там с утра у Артема не только все сидят, нет свободного кресла, а еще и занятый пол, и прилегающие к сцене пространства, и... На моем выступлении тоже так было. Я вас с этим поздравляю, но вы выступали в библиотеке будущего, это относительно ограниченное пространство. Нет, вы выступали еще в технологиях... А в технологиях будущего, да. В технологиях будущего. Артем выступал на главной площадке, где там только сидячих мест 1500, да, и когда все вот это заполнено, вот Борислав делает большие глаза, потому что это, ну, такая прям театральная полноценная площадка, да, полторы тысячи мест, а туда набивается еще больше. Это, ну, во-первых, конечно, для спикера, мне кажется, мотивация, потому что это успех, это вот уже такое зримое выражение, признание. Ну, и дальше все-таки нужно же эту аудиторию держать, да, просто, вот, я видел по внутренней трансляции, Артем просто один, как есть, ходил по сцене, разговаривал, и никто не ушел, и это, на самом деле, развеивало мифы о молодежи, что вот у нее там какое-то потребительское отношение, ей бы только развлекаться, ничему учиться не хотят. Вот на фестивале как раз стало видно, что у молодежи огромный запрос на образование, на новые знания, на общение с людьми, которые являются поведенческими образцами, это тоже вот один из результатов фестиваля. У нас совсем другая молодежь, мы ее плохо оценивали. И, кстати говоря, еще одну вещь скажу коротко, проводили мы опрос молодых людей, что они считают главной угрозой будущего, и какой у них главный запрос. Это у них совпало. Они считают, что в связи с развитием технологии исчезнет общение с глазу на глаз, вот так вот, в прямом контакте. Люди действительно могут атомизироваться. А запрос у них главный на живое общение с живыми людьми. И вот фестиваль, это живое общение с живыми людьми им давал 24 часа в сутки. Ну, собственно, это ответ на мой первый вопрос. Зачем все это? Для чего это все затевается, что действительно и мне показалось, что очень заинтересована аудитория и масса потом каких-то разговоров в колуарах, которые не менее важны, чем разговор в аудитории. И очень заинтересованы вообще какие-то приятные, молодые лица со всего мира. Ну, и еще одно, простите, что я взяла инициативу рассуждать, и еще одно, конечно, что так же, как вот тот замечательный пафос, который я не могу не разделить, который есть у Борислава, гордости за русскую культуру, за русскую музыку, вот так же, когда что-то мы рассказывали про какие-то наши достижения, там, мобильное приложение, там, как-то русскую классику, представляющую по-новому и так далее, и так далее. Вот гордость за то, что ты делаешь какие-то вещи, за русскую, там, науку, которые у аудитории мировой вызывают такое ммм, ммм, а мы не знали, что так бывает. Вот, конечно, слава богу, еще наша наука может, есть чем гордиться. Кого из участников фестиваля вы будете вспоминать, вот если говорить просто о каких-то типажах и людях, вот так замечательно Артем целую галерею нам описал, кто у вас в памяти остается? Ну, вы знаете, конечно, играя на открытии впервые этот гейм, вот именно на стадионе, это, конечно, вообще вот то, что я сказал, что Вилончель оказалась в эпицентре, внимание, на стадионе, где совершенно, это никогда не был некий формат, всегда говорят, Вилончель, это не формат, формат. И вот эти люди, и это кульминация, когда решилась не делегация, каждый идет с каждым своим флажком, а раскрылось огромное полотно, где весь мир практически посередине этого огромного, красивейшего, огромнейшего стадиона под кульминацию. Это было грандиозно, я, честно говоря, просто вот половина меня играла, делала работу, а половина просто наблюдала, смотрела вообще, как это вот, друзья, вы вообще видите, как там красиво, и, конечно, полный зал, и присутствие президента, и то, что, как к этому все готовились, и наши звезды, которые там, скажем, кому-то перепутали и не принесли ланч, кто-то не забыл себе лак для волос, но это все такие, как бы, мелочи, которые, когда ты там, когда этот идет колоссальный звук, гул, и вот это вот настоящая такая, вот, знаете, сила, ты понимаешь, что это открытие, это история, и это вот было, это уже было, конечно, иной раз вспоминаешь, и гордишься, и радуешься, и чуть-чуть, конечно, идет слеза, потому что это было очень романтично, прежде всего, то, что, собственно, стояло перед, по-моему, организаторами, чтобы это не было каким-то заученным, и обыкновенным каким-то действом, а это было действительно романтично и красиво. Потом я бы хотел просто сказать действительно огромное всем спасибо тысяче волонтеров. Кое-кого я встретил волонтеров еще с Тавриды, и, ой, привет, ой, привет, и вообще, это как-то вот, это огромная совершенно работа. Театр Покровского, который дал все инструменты, грубо говоря, этому оркестру, который привел, спасибо. Спасибо всем, кто просто участвовал и думал о водичке за сцены. Понимаете, потому что весь грандиозный праздник, он начинается все-таки с вешалки, как ни крути. Водители, которые улыбались вначале и везли, и говорили, ой, подождите, я знаю, как носить телончель. Мамочки, это просто, я мечтал, чтобы иностранцы это чувствовали и видели, и переводить, понимаете, для них, как вот эти моменты, которые делают качество, качество. Поэтому вспоминается все. И летающие виртуозы на самолетах с диким ревом, вот это вот такая сила, понимаете, которая тоже поражала, и все просто замирали. А потом улетели, и, ну да, мы куда идем, мы сюда, в медиа-центр. То есть, этот регион был, я даже не знаю, сейчас такое, там, какая-то пустота такая, все вспоминают, как это все кипело, но мне кажется, это место жаждет и готово уже что-то делать новое. Это вам вызов. Ну почему? Там же работает детский центр «Сириус». Мы просто на время фестиваля взяли паузу. «Сириус» прекрасный, прекрасный лагерь, но просто понимаете, вот как, вот Бориславу нельзя задавать вопросы немасштабные. Или неважно, на какой я задам вопрос, он все равно ответит глобально совершенно. Вот. Ну и вы тоже, как организаторы, тоже, так сказать, запрос на следующий глобальный мероприятий. Там все готово, и от фестиваля «Новой волны», и побольше классики, побольше туда каких-то фестивалей. Во-первых, в рамках «После нас» в этот же день на этой сцене был концерт выдающихся оперных звезд с оркестром нашего гениальнейшего, потрясающего дирижа Александра Сладковского. Фонд Елены Васильевны Образцовой, великой, великой певицы, предоставил этой аудитории гениальный оперный бал, включая потрясающего Ивана Васильева в виде балета. Я видел, как на «Амате», на котором нужно прыгать, появляется влага, и нужно быстро снять, потому что прыжки и так далее, какие-то моменты, тут брать «Дошник» в Нессендорме, а там уже пара идет, потому что Сочи, Ложбина и так далее, вот это место, погода меняется, время, но все это дает невероятный такой, знаете, драйв, и это абсолютно незабываемо. И классика, вы помните, когда эти были арии, какая была реакция публики. Это незабываемо. Вы пригласили министра счастья из... Бутана. Из Катара. Из Объединенных Арабских Эмиратов. Ага. Что это такое? И о чем поведал нам этот удивительный гость? Ну, это, во-первых, это девушка в правительстве Арабских Эмиратов. Во-вторых, она не доехала до нас, поэтому она не смогла нам ни о чем поведать, но у нас там было много других гостей. А идея была в том, чтобы показать, что мир очень многообразен и представление о том, что необходимо в разных странах разные. Вот в Арабских Эмиратах они дошли до того, что учредили специальную должность министра счастья. Это мне напоминает только какую-то литературу. В литературе русской такие бывают персонажи, но это отдельная история. Что на меня произвело большое впечатление, это, если говорить об эмоциях, это выступление Ника Вуйчича. И даже не то, как этот удивительный, невероятно яркий оратор, как он выступал, фантастически, профессионально. Но мне кажется, что это было очень важной частью программы, потому что это был разговор не о науке, и не даже о музыке или литературе. Это был разговор о жизни, о судьбе, о том же самом счастье. И мне кажется, что я видела в аудитории очень много людей, приехавших на колясках инвалидных и так далее. Для них это было невероятно, потому что, конечно, для многих людей кумир, который сделал свою жизнь. Да. Сделал свою жизнь. У нас, во-первых, очень было много участников фестиваля среди людей с ограниченными возможностями. Это не фактор Ника Вучича, это просто вот такая данность. Ну и вообще Олимпийский парк Сочи, он для этого был приспособлен. Я как раз об этом говорю, что дело не в Нике, а дело в том, что вы пригласили очень многих людей, и, конечно, вот процент людей даже просто на инвалидных колясках в Сочи был больше, чем вы можете видеть на улицах Москвы. Чем среднестатистически, да. 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 Но если говорить уже конкретно про Ника Вучича, то я просто напомню, что у нас один из девизов фестиваля это позитивное видение будущего. И вот так просто агитировать там давайте увидим позитивное будущее. Это достаточно трудно, когда вот эта самая молодежь, у которой большой запрос на развитие, которые хотят видеть для себя все только самое-самое лучшее, хай-класс, да. И они начинают, ну, знаете, так во многом привередничать, да. Нет, вот нам тут чего-то не подходит или чего-то не достает и начинают жаловаться на свою жизнь вне зависимости от страны. Это я не говорю, потому что такие россияне или американцы или представители Ганны или Австралии. Просто это вообще, ну, в целом такая молодежная психология, да. Когда они видят человека, у которого нет ни рук, ни ног, и при этом он абсолютно на позитиве, и этого позитива у него столько, что он способен им поделиться со всем огромным залом, ведь вот у нас при организации выступления Ника Вучича была целая полицейская операция, потому что с вечера руководитель штаба доложил, что у нас записалось 7 тысяч желающих послушать. При вместимости зала, как я уже говорил, две. Это если все будут там еще не просто сидеть, но еще и лежать, стоять, значит, все. Поэтому мы выводили прямую трансляцию в другой большой зал и еще обратились к Нику, чтобы он вторую лекцию тоже прочитал, чтобы как-то этот запрос удовлетворить. Так вот, для этих людей, которые туда пришли, ну там разные люди, видно было по видео, что там люди просто плачут, мужчины, женщины, неважно, от эмоций, которые их переполняют вот этот мотивационный спич Ника Уйчича для человека абсолютно счастливого, во всяком случае, он излучает это счастье. Это в полном смысле успешный и оратор, и профессионал, и мужчина. У него сейчас вот будут еще близняшки, то есть у него будут четыре ребенка, теперь у него полноценная семья, вот жена, это мое настоящее вдохновение и моя главная опора. И люди понимают, что вот такого гармоничного состояния можно добиться, но фактически по мнению стандартного молодого человека ничего не имея, да, потому что когда ты без рук, без ног, трудно представить, как ты будешь строить свою жизнь, не говоря уже о каких-то профессиональных достижениях, а он живой образец того, что это не просто в теории, возможно, но и вот на практике, он действительно звезда мирового уровня при всех ограничениях, которые у него есть. И это для молодежи очень важно, вот именно так в плане мотивации, показать им, что им-то не на что жаловаться, все в их руках, голова, руки, ноги, все есть, главное идти вперед. Личность очень яркая, вот это то, что у него есть, что отличает его от других, что не так просто в себе воспитать, может быть, так сказать, руки, ноги есть, а вот как личность воспитать, вот это трудно. Но мне показалось это очень дорогим, потому что этот разговор был очень человеческий и очень душевный. Мне кажется, что на таких, на таких, казалось бы, гигантских фестивалях, да, вот там, тысячи и тысячи участников, 25 тысяч участников, и вдруг разговор идет о чем-то очень самым важном, о счастье, о неудачах твоих, о том, как они тебе помогут. Все, что мы говорили музыкой со сцены, о счастье, о разных, и это и есть объединение, и вот такие яркие личности, как вы сказали, с большими талантами внутри себя, это и есть, это Глинка, Мусоргский, Чайковский, с большими, с большими талантами, которые сияли и объединяли, и были вдогонку всем грандиозным гостям, которые предоставили фестиваль, вот так на ладони, и действительно, эти люди теперь будут все это время вспоминать, есть что вспомнить. Да, это точно. Кстати, говоря, по хэштегу в ФМС 2017, или просто в ФМС, там, кто как постит свои воспоминания, я вот каждый вечер захожу и вижу постоянно от участников, которые вернулись к себе домой, там выкладываются фотографии, какие-то признания, воспоминания, каждый день, вот захожу поздно ночью, там, 15 минут назад, час назад, очередные вот такие сообщения опубликованы, то есть теперь людей, они вот там набрались, наслушались этих универсальных языков, музыки, спорта, науки, теперь они все выплескивают своим друзьям в ленту, и по хэштегу это очень видно. Ну, надеемся, что это не только просто в ленту и хэштеге, а что это еще в какое-то сотрудничество, вырастет, или какие-то такие вещи, не только эмоциональные, которые мы даже не можем сейчас представить себе, не можем предречь, как вы правильно сказали. Что для вас, как для участника, не только для спикера, а просто человека, который смотрел, что было интересно, чему вы научились на фестивале, потому что мы говорим там о ярком очень вуйчичи, или мы говорим о каких-то звездах культуры, исполнительского искусства, но и научных звезд было масса, нобелевские лауреаты. Кого вы успели услышать, кому восхититься, на кого рот раскрыть? Это был бы достаточно длинный список, но вот если вернуться к вашему первому вопросу, чему я там научился, что я оттуда извлек, очень, как бы вам сказать, по-английски humbling, по-русски, не знаю, как ставящий нас, что ли, на место, приземляющий нас, такой вот опыт был, уже на церемонии открытия, ведь главным лицом церемонии открытия был молодой человек с синдромом Дауна. Не все вот эти вот люди, вы или я, или кто-то еще, там, или Дима Билан, или там, Полина Гагарина, или Мальчик с синдромом Дауна, который сделал максимум в своей ситуации, он может работать, он изучает английский язык, Дауном же вообще считается, что они не умеют вообще ничего, а он работает, он учится, он мечтает стать актером, он уже играет в театре любительском каком-то, мечтает стать профессиональным актером, и знаете что, у него это, наверное, и получится, что самое любопытное. И вот когда этот парень с синдромом Дауна выступал в самом конце церемонии открытия, ну, в общем, это трогало до глубины души почти до слез. Если бы я умел плакать, то, наверное, бы даже там и прослезился. Вот это очень запомнилось. Запомнились интересные научные работы, которые я видел из Института общей неорганической химии, работы, связанные с искусственными мышцами, с искусственным зрением, вот эти вещи, которые проводятся сейчас у нас в России, причем в Институте, который переживал настолько глубокий разгром в 90-е годы, если я вам скажу, что на территории этого Института сдавались помещения в аренду под автосалон, под гей-сауну и так далее, на территории научного Института часть помещений сдавалась вот под это. К счастью, это все... Но это, слава богу, не прямо влияет на науку, сдавать помещение в аренду когда институт по-другому уже зарабатывать не мог, когда люди уже были на грани, либо умри, либо сдай свою территорию посторонним организациям. И вот в этом Институте видеть, что наука-то возрождается, туда тянутся молодые, я потом разговаривал с людьми из этого Института, там у них полно ученых, которые работают за копейки, но потому что это им интересно, потому что там крутые темы. Вот это было очень интересно. Было интересно, там у нас была сессия, на которой я тоже познакомился со многими интересными людьми. Сессию организовывала Российская Академия Наук. Было интересно смотреть на молодые, на пожилые лица, и как эти люди видят будущее науки, как эти люди хотят, и молодые, и пожилые, одинаково хотят, чтобы та же Российская Академия Наук как-то эволюционировала в передовую организацию, в которой она когда-то была. И когда это видишь, понимаешь, что будущее-то оно есть. Вы все должны были предусмотреть, но наверняка, вы все знали, что будет происходить на фестивале как организатор, но наверняка и для вас были вещи неожиданные и удивившие вас. Что это? Ну, для нас первой неожиданностью было то, что на фестивале образовался аншлаг и приехало на 3000 гостей, больше, чем прогнозировалось и чем было аккредитовано первоначально. Это, конечно, создало определенные трудности с точки зрения вот такого мгновенного гостеприимства, но потом мы с ними справились, и сейчас уже об этом никто не помнит. Какой русский хозяин не справится, когда пришло на 3000 человек больше? Совершенно верно. Но, в общем, это вот такой был вызов для оргкомитета и то, что ребята, которые там отвечали за размещение, за питание, за управление потоками, за всю логистику, со всем этим в результате справились, это очень здорово. И, кстати говоря, вы начали с того, что вы не могли понять, куда вам двигаться, вам персонально. А ребята-то, поскольку за ними, за всеми закреплены, были волонтеры, вот Борислав сказал, несколько тысяч, там 5000 волонтеров. Волонтеры были чудесные, волонтеры были замечательные. И вот у них их двадцатки на связи и телеграм-каналы, все современные средства коммуникации. Вот в рамках образовательной программы было у нас 13 направлений тематических. У каждого свой телеграм-канал, и в каждом телеграм-канале было зарегистрировано от двух до шести тысяч человек. Ну, вот так, в среднем. Да. Так что же вас удивило? Что меня удивило? Меня удивило то, что наша молодежь, получив бесплатный билет в Сочи-парк с горками, фактически не дошла до него, до последнего дня образовательной программы фестиваля. Мы раздали 23 тысячи с чем-то вот этих проходок в Сочи-парк, а в последний день образовательной программы использована было только 6 тысяч 800, то есть 25 процентов. А остальные продолжали с утра до ночи учиться в главном медиа-центре фестиваля. Вот это, мне кажется, удивительно. Да, это действительно. Вот какая молодежь пошла. Это и есть главный инсайд. Открытие. Спасибо большое. Мы говорили сегодня о фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи в октябре этого года. И я благодарю гостей, которые и участников фестиваля, и организаторов, которые сегодня пришли к нам в студию. Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам, руководил оргкомитетом. Образовательной программой. Образовательной программой в оргкомитете фестиваля. Артём Аганов представлял российскую науку. И Борислав Струлёв, который представлял российскую культуру, играл гимн фестиваля. Спасибо вам большое. Это была программа «Наблюдайте». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова